Какого река? Нагни голову. Нагибай голову, чтобы выйти во двор к нему. Тут этот морской, этот самый, задраивается все. Друзья, я опять в тихой пристани. Я здесь не был вот с того момента, как мы Виталия Петровича провожали. Шашлыки, тут зашли в картинную галерею, посмотрели его. После этого я знаю, что еще две картины появилось. А вчера я услышал, что третья картина появилась. Решил навестить Валерия Михайловича. Чем он тут занимался всю зиму, сейчас мы узнаем. Ну вот я смотрю, он уже готовится к какой-то выставке готовится. Смотрю, там вот картины стоят уже выставлены все. Сейчас мы посмотрим, что это картины. Ага, ага. Так, я вокруг обойду, конечно. Посмотрю, что мне незнакомо здесь. Ну что, ребята, я тебе скажу, во-первых, это, когда заходишь в помещение тихой пристани, уже видно, что здесь рыбак живет, однозначно. Такие вот морские двери у него. Ну, из-под водолок, из какого-то корабля, наверное. Ну, а тут, я так понимаю, это все, что он поймал или мечтает поймать. Я там иногда написал, что прошу, чтобы в Черном море киты не водятся. Ну, ну, представляете, какой этот плакат огромный будет делать, чтобы кита там повезти. Вот. Это я видел, это я видел. Вот новое вижу. Раз, два, две новые вижу. Вот третья новая картинка. Картины, будем говорить, а не картинка, а картины. Потому что сделаны на холсте. Сделаны по особой технологии. У нас некоторые интересовались, как это можно это все дальше самим поделать. Я надеюсь, что Валерий Михайлович скоро нам устроит мастер-класс. И покажет, как это он все делает. Надеюсь, что у нас будут последователи в нашем гарнизоне. Ну, а в тихой пристани пока что тихо, потому что рыба не любит шумных мест. Она любит, где тихо, она плавает глубоко. Поэтому вот... А, тут даже, смотрите, даже... Даже... Ой! Ой, что я нашел тут? Ой, сейчас покажу. Тут даже не успел мастер... Стучал я в дверь, не успел все это... Вот у него тут звезда, кисть. Это все, что тут... А, вот они, как делалось, да? Вот они... Сюда надо было поставить, надо, чтобы до полной композиции. Вот они звезды. Вот она кисть. И много-много работы. И много-много труда. Сейчас сбежал. Нет его. Я его не показываю, ребят, извините. Он весь чумазый в краске. Руки у него... По локоть в этом, как его называют... Вот, с которого они лепят звезды тут. Как называется, что звезды лепишь? По пимошей, нет? Ну, это же, как ее... С яичных лотков. Разрыхляется на воде. Кипятком распаривается вот эта вот фактура вся. Потом склеим, она перемешивается. И как пластилин получает. Ну, в общем, я его застал в процессе работы. Но просил его не показывать, потому что он весь чумазый. Ну, все творческие люди, когда работают, они не смотрят за собой. Они... Краска там, мольберт весь грязный, так сказать. Усы у него там и что-то еще. Раз пока его нету, вот покажу вам, что это тихая пристань. Вот тут у него... О, подбежал, видите, гонг дал. Это называется, что галерея открыта, да? И можно начинать досмотр. О. Это сколько он кораблей потом потопил. Представляете, это все корабли, которые он потопил, наверное, да? И корветы, и вон... Что это у нас? Москва, Чаус и Влев, Ивлев. А, Юрий Андреевич. Понятно все. Так, Севастополь. Видите, сколько он потопил кораблей? Не все, там еще страстный вот вельбот. Вон еще. Теперь непонятно. Он вообще-то был у нас в авиационном полку служил, а кораблист сколько потопил, видите, вот. Ну, а это, как я всегда говорю, весна, понимаешь ли? Все цветет и благоухает. Скоро розы пойдут. Так. Аисты пролетели, ведь уже аисты уже находятся здесь, пролетел. С Беларуси. Да, с Беларуси, да, тот самый, да. С Полесье. Угу. Который медаль привез, да? Вот еще тут аист. Аист так посадили в этот, в пальмочку посадили, как будто это получается павлин хвост распустил. Ну, уже мангал готов для того, чтобы гостей встречать. Уже дрова заготовлены там все лежат. Ну, а дальше, как у всех, весна, полевые работы. Вот он поймал недавно ракушки, свеженькие. Только покрасил, перегреет их. Мы в Москве ходим в Тротяковку. И смотрим на картины. Идемляемся, как художник проявляет свою фантазию, воплощая свой внутренний мир, отражает на этой картине. Вот так же Валерий Михайлович отражается внутренний мир, мир рыбака. В этих картинах. И я как петь вам скажу, что он это, наверное, сквозь толщу воды наблюдал, как рыба подходит к этому крючку, как она вот цепляет. А вода у нас в Черном море прозрастнейшая. Особенно, когда нету сильных дождей на берегу. Да, можно часами смотреть. Это у него крайнее произведение. Я помню, ему наброски тоже помогал делать. Вот в этом произведении. Меня с автора не берет, конечно, потому что я его ничего не делал больше. А премии не было еще, да? Премии пропивать будем, если будем, да? Хорошо. Ну, это колесо, которое стоит здесь для антуража. Это, кстати, из Белоруссии прикатили сюда. На машине приперли. Вот не лень было привезти. В Брестской области. И к этому сюжету мне хочется, Николай Валентинович, дополнить слова, которые меня побудили на эти работы. Садился в море на лодке резиновой своей. Ну, никого не было, кроме дельфинов рядом. И чайки. И ветер по-разному менялся с утра. Я где-то в 6 часов вышел напротив Любимовки, стал здесь, ближе к камням, к дикому пляжу. И тут какие-то строки пробежали у меня в голове. Вот я сделал такую наброску в голове. А после этой наброски, ну, вот, прочли сюжеты. Думаю, надо же создать что-то, передать людям, чтобы увидели то, что я увидел. Вот вода была прозрачная. И вот в строках я так и передал, что... Волна качает лодку в море, В проводку ловится ласкирь, Ставрида крутится в прибое, У скал охотится горбыль, А я один рыбак в просторе, Любую с чайкой на воде. Мои глаза весь день в дозоре, И ветер песни поет мне.